всем привет сегодня занимаюсь тем что вот эти контроллеры я стараюсь их сделать такими универсальными это контроллеры для мощных шаговых двигателей здесь не видно вот здесь у меня на столе лежит я уже показывал как у меня там все шевелится это контроллер для шаговых двигателей сюда еще можно нацепить еще кучу всякой периферии магниты может управлять вообще себе чем угодно я так стараюсь сделать плата была универсальная вот допустим плата там на две кнопки всего мне это для микропластного автомата нужно вот и два регулятора всего вот у меня плата здесь меня 4 регулятора 3 кнопки 3 светодиоды вот на упаковке табака сейчас я покажу вот там вот такая же плата только еще есть одна кнопка еще есть не светодиоды вот ну в общем то если действительно программировать контроллеры там это бард Arduino среде по там кабанинг контроллер может управлять учи двигателя я как бы не заморачиваюсь иногда действительно проще вот у меня есть контроллер именно шагового двигателя еще тоже также там всякие регулировочками т.к реально проще потому что сама там вся эта электроника на стоит такие копейки вот мне гораздо проще его такую плату ставить туда в которую будет выполняться отдельная своя программа основной контроллер будет управлять, поэтому вот я сейчас и делаю вот этот контроллер, который он управляет, может управлять одним двигателем и еще кучей всего, если мне нужно там два шага двигателя, я к нему еще такую кладку на разъемчике цепляю, вот, ну сейчас покажу как я его ставлю, уже красота начинается. Так, ну вот контроллер, он пока пустой, это я чисто вот собрал просто как бы в корпус, причем как бы корпус получился намного длиннее, чем мне нужно, потому что у меня там не так уж много электроники стоит, то есть он будет вообще пустой, он чисто сделан для того, чтобы вот он у меня становился вот на эти мои рельсы, вот эти круглые, кстати да, уже меня спрашивали, а почему ты не ставишь станочный профиль, сейчас покажу вот какой, ну вот такой станочный профиль, действительно за него крепиться проще и не нужно было бы делать вот таких комутов там и так далее, и так далее, но дело в том, что как бы при работе с этим табаком все равно, хочешь не хочешь ты заляпаешься и все равно нужно там сделать так, чтобы все протирать тряпкой, а вот из этого, ну вот этот вал просто взяли, протерли и все, он красивый, а попробуйте выковырять вот этот нападавший туда этот табак из станочного профиля, поэтому в общем-то собираю вот на таких трубах, вот и вот вот этот контроллер уже, который здесь стоит, оставить я буду тоже на такие же хомуты, вот я сейчас здесь поставил вот этих два хомута, уже просто пока прикрепил, вот так вот, они у меня специально крутятся, я их не затягивал, и сейчас я сюда, оп, вот эту коробочку красиво приклею, вот сейчас выставлю все точно, посмотрю, приклею, вот и ну и потом вот эту белую часть тоже покрашу черной краской, ну красота будет классная, вот это у меня раньше вот такая система была, здесь я все расположил в одной коробке, это не очень удобно, не всегда удобно, вот, а сейчас буду делать вот такие контроллеры отдельно, отдельно на экструдер, отдельно вот на конвейер, там и так далее, и так далее, вот, ну еще посмотрю, может быть где-то вот здесь его тоже туда вставлю, ну посмотрим, сейчас вот пока вот этот сделаю, потом буду делать уже все остальное, так, ну вот я уже приклеил эти штучки, а вот так вот она остановится, и они зажимаются потом, прикольное крепление мне самому нравится, просто до срачки, туда винить, так, ну хочу еще поделиться такой штуковиной, вот, вот этот, я не знаю, вот самый лучший, не самый, но я его покупал в фирменном магазине, это драйвер для управления мощным шаговым двигателем, там я не знаю, не видно, вот он, вот такой, но они бывают еще мощнее, вот этот такой, средней дороговизны, вот опять-таки я стараюсь все делать на доступных материалах, и не было такого, что если в случае чего, там нужно купить, ты такой в магазин, а там нету такого, ну вот, то есть я стараюсь использовать то, что есть всегда в магазине, и вот этот, ну я фантазирую, да, вот этот драйвер стоит, там, 500 гривен, вот этот стоит, я, я боюсь сейчас соврать, да, грубо говоря, в два раза дешевле, там 200, может быть даже еще дешевле, кстати, вот, и вот этот драйвер позволяет, вот судя по таблице, тут управлять какими-то двигателями, тех, которых, в общем-то, в жизни нету, если кто смотрел, я уже показывал, как я попался на вот этой табличке, здесь неправильно перещелкнул выключатель, работал на каких-то едиотских режимах, на которых, которые двигатели, которые есть в продаже, вообще не поддерживают, я даже не представляю, тут деление, то есть обычно работают с шагом, ну это так, для специалиста, да, с шагом деления, там, 1 к 16, вот, а здесь, вообще, 250 деления, то есть, из тех двигателей, которые есть в продаже, ни один такого не выдержит, не знаю даже, для чего это нужно, вот, и вот, если этот драйвер подешевле, он тоже дает такой же ток, в общем-то, вот это дает до 5 ампер, а тот, который у меня стоял в этом, в подаче табака, в общем-то, там было 4 ампера, и это тоже дает 4 ампера, по крайней мере, как пишут, ну, в общем-то, я хочу поставить, вместо дорогого, хочу поставить подешевле, потому что по параметрам, вроде бы, как все подходит, вот, сейчас подключу, посмотрим, как оно будет работать, потом уже включим туда, ну, ну, в любом случае, если вдруг что, да, я всегда смогу поставить более дорогой, не факт, что он лучше, вот, сейчас попытаюсь поставить вот этот драйвер, запустить, так, ну, вот я поменял дорогую штучку, на та, которая в 2 раза дешевле, ну, да, радиатор тепленький, хотя это тоже тепленький был, вот, ну, и меня пугали, на самом деле, когда я покупал, говорю, ой, не, говно, не ставь, ну, не знаю, говно, не говно, в работе посмотрим, во-первых, я не слышал отзывов о том, что там у кого-то они горели, ну, понятно, как же, всякое бывает, вот, но пока все, работа не изменилась, единственное, в чем у него разница, да, что здесь я могу питать его как плюсовым значением, так и минусовым, поменять как угодно, вот, а здесь, а на это подается только плюс, с контроллера я вот сейчас бросил плюс и минусовые идут на, уже на сам контроллер, вот и вся разница, то есть здесь больше возможностей, но, в общем-то, здесь один провод, раньше был черный, теперь будет желтый, допустим, и все, и все-то, и в программе нужно поменять, просто инвертировать те сигналы, которые подавались сюда, если раньше здесь все работало, когда подавался плюс, то теперь все работает, когда подается минус, в работе ничего не поменялось, единственное, как бы, вот у меня сейчас на этой платке, а, ну, давайте включим, вот он ездит туда-сюда, чуть-чуть шумит, свистит, слышно, вот, ну, как бы, это на самом деле не принципиально, посмотрим, вот, потому что, вот этот, он уже заказывать, он еще должен идти, а этот пошел в магазин и купил, тут же, вот, да, ну, и просто поменяли сигналы, теперь у меня, вот, когда вот это, раньше это было у меня включено, а теперь, когда я его выключаю, вот тогда он работает, а так больше ничего, опять-таки, в программе я там поменяю только в одном месте, и все, вот, пока вот такая штука, да, вот этот, там, больше, чем в два раза дороже, пока все то же самое, ну, посмотрим, я его погоняю, пожужуем, посмотрю, я думаю, что оно должно все работать, если его там не перенагружать, то все будет окей, ладненько, пойду я дальше, ха-ха, вот она, есть разница, такие я нашел, ну, тут просто радиатор побольше, этот уже горяченький, то есть на него, на таких токах, вот, я на максимум ток поставил, на него надо ставить вентилятор, о, а вот это уже может быть проблемкой, так что выключу я его, а, пишется, так, ну, в общем, посмотрел, полазил я в интернете, почитал про эту фигуру, ну, грубо говоря, этот стоит 500 гривен, этот стоит 150, больше, чем в два раза дешевле, микросхема, теоретически, там стоит одинаково, типа электроника даже одинаковая, ну, просто вот по радиатору, да, этот по площади, вот, там видно, что они гораздо, площадь у него гораздо больше, грубо говоря, в четыре раза больше, вот, как бы, можно было бы сэкономить ставить вот такой, но его уже на таком токе на 4 ампера уже ставить его нельзя, потому что он перегреется, ему нужно либо ставить радиатор, вентилятор, вот, а вентилятор, что он, пожужжал, сдох и потом сдохло, все остальное, неинтересно, вот, либо к нему нужно ставить такой огромный радиатор, по сути, я его такой же переделываю, нет никакого космоса, безусловно, он где-то пригодится для небольших задач, вот, а тут-то, как я тягаю большие моторы, увы, не годится, значит, буду ставить фирму и спать спокойно. Ладненько, на все, на сегодня пока все, всем пока, подписывайтесь, буду рассказывать всякую интересную фигню, пока.